Не соглашайтесь за химиотерапию. Давайте так сразу разделим. Если я буду признавать тому самому, я который обладаю самой большой коллекцией косточек вот этих вот живительных витамином С, абрикосовых косточек манджурских, то я был бы предателем и подлецом. Если бы сказал, ура, покупайте мне косточки, не соглашайтесь на химиотерапию. Нет, наверное, как это часто бывает, кто-то верит, кто-то отказывается от химиотерапии, умирает еще раньше. Давайте совмещать. Поняли, что я говорю. Пусть будет химиотерапия. Вот. Мой друг Чернобаев Леонид Дмитриевич прекрасно знает последний случай. Он подтвердит. Есть в Подмосковье человек, который бывший, в общем, ветеран, воин, это самое, спецназовец, весь изранен, еще умудрился заболеть раком, онкология у него. Вот. Он уже был лежать. Я все это с его слов, с его этих переписки. Вот. Лежал, уже подниматься не мог. Кто-то ему подсказал. Он у меня заказал в Манджурске абрикосы. Я ему высылал 500 тысяч, не помню. Подарок, конечно. Я на этом не зарабатывал. А так как у меня не было в данный момент, там, в общем, я к Чернобаеву говорю, давай. И вот целым мешок ему нарезал этих самых, по просьбе москвича, этих самых, больного, китайский лимонник. И я выслал ему два препарата. Китайский лимонник в виде этих бесконечных, там, листья и ветки. И плюс еще свои этих самых, косточек мазурской абрикосы. Он поднялся на ноги. Я до сих пор не знаю, или то виноват, или то виноват. Но такой случай, клянусь Богом, был и есть сейчас. Вот. Почему еще? Потому что я уже второй раз обращался к Чернобаеву. Мы еще раз ему выслали. Вот. Это раз. Теперь, значит, наверное, помогло, раз он был лежачий, стал ходячий. Но может совпадение. Не знаю. Но хуже не бывает. Идем дальше. Ладно, про Цунгу поняли. С раком та же история, пишет автор статьи. Колонизаторы враги средства выстроили целую раковую индустрию, гребут деньги лопатой. Индустрия онкология расцвела после Второй мировой войны. Для борьбы с раком не нужны никакие процедуры, курсы лечения и затраты. Это уже, видимо, автор статьи так утверждает. Все это способ пополнить карманы колонизаторов. Потому что средства от рака, наверное, найдено. Больше она же, знаете, про флаг лечения рака. Ну, может быть, какое-то откровение. Я сам досюда еще дальше не стал. Это был Илья Александрович. Вот. Где она у нас? Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну, вот теперь долго будет крутиться это колесико. Может, зря я сюда пошел. Нет, не зря. Еще раз. Вот наша дама. Вот. И, кстати, ее работа. Она могла бы всю жизнь вот этим заниматься. То есть, продавать на выставках пастилу и прочие ценные вещи. Ну, ради этого уровня. Вот. Идемте дальше. Так, это, кстати, там, сейчас по вебинару сюда не глядите. Вот. Возвращаемся. Читаем. Поскольку рак всего лишь дефицит витамина С12, достаточно каждый день съедать по 15-20 абрикосов, укусов, чекиатер. Ну, я съедал до 5. Больше боюсь почему. Напугали меня тем, ну, у меня нет никакой онкологии. По крайней мере, ничем не чувствую. Хотя можно заболеть любой день, любой год. и чем старше, тем надежнее заболеть. Так вот. Мне запугали тем, что у них есть якобы синейная кислота, можно отравиться. Я начал с одного, двух, трех. На пяти остановился. А дальше я не рискую. Ну, может быть, если бы у меня уже обнаружили бы ракурус-болезнь, то есть уже бы диагноз поставили. Я бы, наверное, съедал бы 15-20 косточек. Почему? Потому что у меня есть 100 банок трехлитровых. 100 трехлитровых банок. Именно я говорю сейчас о мелких косточках. Те, которые считаются полкуторными, дикие, это манчжурцы и его дети. Ну, давайте смотрим шире. Итак, автор статьи нам предлагает. Раскип пшеницы. Раскип пшеницы – чудесное средство атака. Ну, эти я вспомнил. Была мода. Только тогда речь шла почему-то о рисе, проращивание рисовое. Он еще не все поросает, но рис бывает уже как мертвый. Знаете, кто покупает, кто делает каши, плов знает. Бывает мертвый рис. Так вот, Раскип пшеницы, пишет автор «Чудесное средство» от рака. Лучший источник жидкого кислорода – элла-этрила, сильнейшего из всех противов раковых веществ. Господи, твоими бы словами дамёт пить. Это вещество содержится в яблоне, в косточках. Ух ты, ёлки, у меня их вот сколько пропадает. И сейчас лежат в саду, некому поднять. Представляет собой экстракт витамина В17, амигдалина. То есть, кроме абрикосовых косточек, еще и яблонево-косточки. Ну, мы их называем семечками, а человек называет яблонево-косточки. Ну, пусть они косточки будут. По словам доктора Гарольда Меннера, автора книги «Смерть рака». Эффективность элла-этрила при лечении рака – 90%. Вот тебе, здрасте, а чё, мы ничего не знаем об этом. Источники амигдалина, витамин В17. Источники амигдалина, витамин В17. Косточки или семена фруктов. Концентрация витамина В17. Сейчас в природе отсюда носу кости. Яблонь. Яблок, абрикосов, персиков, груши, царосов. У меня всё это добра. Вот, да, мой. У меня десятки тысяч костиков, абрикосов в саду или рад. Их даже не хватило сил всё собрать. Так, теперь. Бобовые злаки, в том числе роски, фасоли, роски, чечевицы, луновидная фасоль и горох. Так, ну что ж. Ну, если всё это есть, что-то многовато для меня одного. Орехи, горький миндаль. Самый богатый источник витамина С. В В17 природе. Индийский миндаль. Ягоды, все ветры шелковицы. Тут все молчу. Вот. Сколько я про неё говорю? Голубика, малина, клубника. Семечки, кунжут, малина и семя. Слышали про это? Крупы, овес. Кстати, овес порощенный тоже считается полезен. Ячмень, бурый рис, пшеница, пшено. Видимо, бурый рис, значит, который всё-таки не мёртвый. Пшеница, пшено, лён, рожь. Также этот витамин содержится в хмелевых дрожжах, в рисе сердца и тыкве. Боже мой. Тогда скажите, где он не содержится? Печи, перчи, это раковые продукты. Абрикосы, косточки. Косточки, семена, прочих фруктов. Яблони, вишни, перчик, чернослив, слива, груша, фасоль. Это как раз весь мой сад. Яблоня, только груша. Яблоня, груша, это у меня. Вишня, слива, перчик. Весь мой сад является. И что, получается, я никогда не заболею раков? А, но косточки-то я не ем, я ем мякоть. Тогда возникает у меня железный вопрос, друзья. А если представлена разница? Ну, допустим, я разламываю, раскалываю косточку. Седай мякоть. Каждый день по 5 штук, так? Вот. А то, что я еще и мякоть. У меня заморожено много. Настойки есть еще. Компоты делаю. А что в это? Мякоть нет, что ли? Если есть в Витере. Но это уже вопрос не ко мне. Идем дальше. Садовые бобы, миндаль, малина, бузина, клубника, яжевика, голубика, гречка, соль, ясвень, пшена, кешью. Что же это такое? Макадамия, киндаль, роски, ассони. Может быть, в ассоне. Одной разностраненной причиной возникновения рака может быть попадание в организм частиц посудомо-мойческого средства жидкого молока. Ну, конечно, еще что это? Уничтожает, когда мы моем органику. Это же остатки органики, правильно? Тогда что получается? Это получается, что это отрава, посудомо-мойческое средство. Но мне-то легче, я его и так. Просто не допускаю того, чтобы они зарастали грязью, моя посуда. Как бы тщательно вы не ополаскали посуду, все равно какие-то частицы большие средства останутся. Попадут охватят, хорош совет. Короче, что надо делать? Поел, помал. Если вы не хотите полностью отказаться от этих вредных. Если в жидкости есть простое решение. Разбавьте средства добытя посуды. Руку, уксусом пропорции 50 на 50. Вот и все. Повторяю, лучше не запускать посуду, грязную не оставлю. Замороженные лимоны. Следствие, почему замороженные? Многие специалисты в ресторанах, кафе используют, употребляют весь лимон и все не тратится в пустое. Как вы можете использовать весь лимон без отходов? Просто поместите и промыть лимон в магазине. Камеру вашего холодильника. После того, как лимон заморожен, возьмите терку, натрите лимон. Не нужно чистить. И посыпьте ваши блюда. Посыпайте овощи салат, мороженое, супы, курука, макароны, спагетти, рис, суши, блюда из рыбы. Список бесконечный. Все продукты будут неожиданно иметь приятный вкус. Вот, естественно. Которого вы, возможно, никогда не испытывали раньше. Как правило дома о лимоне, вы имеете ввиду только его сок, витамин С, а не больше. Теперь, когда вы узнали о секрете лимона, вы можете использовать даже в чашке растворимого и ремешального супа. Я в полной рассуде не представляю. А вот растер и туда, и туда, и туда. Конечно, он нигде лишним не будет. Каково же основное преимущество использования целого лимона, кроме предотвращения отходов и добавления на укусы к вашим блюдам? Слушайте, я уже устал, а нам это надо. Только много еще. Дальше опять салвара вспоминается. Будем делать два фирмы. Идем дальше. Лимонная кожура содержит в 5-10 раз больше витаминов, чем лимонный сок. А вы не выбрасывайте. Совершенно верно, больше выбрасывать не буду. Но теперь, следуя за этой простой процедуре, замораживать целого лимона, а затем посыпаем ваше блюдо. Вы можете потребить все это питательное вещество и быть еще здоровее. Хорошо, я согласен быть здоровее. Помните, как он говорил? Хорошо, я согласен быть вашим королем. А я согласен быть здоровее. Лимонная кожура является сильным восстановителем при ликвидации токсичных элементов в организме. Положите вымытый лимон в морозильную камеру, натирайте блюдо каждый день. Это является ключом того, чтобы сделать вашу пищу вкуснее. Но это уже повторение. Ваша жизнь орлее и дольше. Удивительный секрет лимона. Лимон представляет собой чудесный продукт, убивающий раку клетки. Вот это уже по делу. Он десять тысяч раз и лечил химотерапию. Ну, это, конечно, сказка. Может быть, это продавец лимонов нам статью написал. А то было, помню. Вы представляете, друзья, я имею право отвлекаться. Это мой канал, что хочу, то говорю. Я хочу сказать следующее, что когда я вижу вдруг на центральном телевидении, дальше хочется пропускать два-три слова мата, кто-то пьет кофе, кофе. Ну, там неважно, арабика, хуябика. И говорит, значит, очень полезно для организма. Одна-две чашки. Я думаю, какая ты сволочь. Ты что этим самым гипертоникам это все расскажи? А он для них-то и говорит. Такая сволочь. И чтобы заработать свои серебряники, чтобы ему заплатили за этот ролик, он готов еще тысячи людей угромить. Нашел это самое лекарство. Кофе. Итак, кожура лимона, помимо приятного аромата, содержит приблизительно в 10 раз больше витаминов, чем сок лимона. И помогает бороться с артистическими элементами в организме. Самое главное, лимон убивает тройку клетки. Вы мне про сказки не рассказываете. Десятки раз. Десят тысяч раз. Сейчас узнаете, что я делаю. Посмотрю. Вот. А нет, скоро конец. Ладно. Тогда дальше. Почему мы не знаем об этом? Да потому, что крупные корпорации заинтересованы в производстве синтетических аналогов, приносящие ему сословные прибыли. Кто бы не ставит под угрозу их доходы, чудодействие на свойства лимона, держится секрет. Но я про этот лимон, мне уже все пришли. Витамин С это в десятки раз больше, чем где бы то ни было. Это. Я не понимаю автора. Отучить нас от химиотерапии. Это тысячи квадратов. Раньше времени. Тысячи людей отправился на квадрат. Составляющие лимонного дерева 10 тысяч раз превосходит препарат, агримовский китин. А мы все используем в химиотерапии, для сомнений для роста. А что нельзя, что ли, вот этот препарат употреблять, а заодно еще и это. Замораживать лимон, растирать его и кушать. Посыпать им все что угодно. Что особенно важно, терапия с экстратом лимона иссажает только злокачественная клетка. А когда скоро нет побольше эффектов, то забрать лимон и третье их есть на здоровье. Да, на здоровье. Источник информации захватывающий. Оно получится от АТВ скрупнейших в мире производителей лекарств. Которые говорили, что более чем 20 лабораторных тестов 70-го года. Показали, что обычно лимон уничтожает злокачественные клетки рака 12 видов. То есть, у себя рак толстой кишки, молочной железы, простаты, лёгких, подголочной железы. И что еще более удивительно. Вед терапия с экстратом лимона уничтожает только злокачественные клетки и не влияет на здоровье клетки. Конец статьи. Конец статьи. Ну, что будем говорить. Значит, есть люди, которые... Это от дьявола. Так хорошо расписано, ведь это же здорово. Я железу продаю косточки, которые мне обязательно посадить в виде будущих деревьев. Хотя ради этого я их и собрал, эти косточки. У меня же уникальный абрикосовый сад, не имеющий равный на всей планете. Вот. Ну, тогда надо заниматься пошелаксами. Ради Бога. Вот только не надо выбирать что-то одно. Давайте химиотерапию. Давайте здоровый образ жизни. Давайте и будем всё, что тут упоминается. Господи, чего тут только нет. Сейчас всё можно. Знаете, была такая грустная шутка. Во времена перестройки, когда магазин опустили. Помните, нет? Эта шутка звучала так. Чего у нас в стране только нет. Пива нет. Рыбы нет. Мяса нет. Колбасы нет. Помните эту грустную шутку? Зато теперь всё есть. Вот, пожалуйста. Список можно положать бесконечно. Вот так. Давайте, я совершенно не намекаю, что покупайте у меня косточки. Вот. Абрикосовые. Но для людей, которые ещё и признаков нет, и которых ещё только в начале пути, я бы всё-таки их заказал. И поверьте, это я говорю от души. Не для того, что я использую эту статью, чтобы вам взять и про... Если раз сказать, доставайте кошельки. Дело ваше. Я много тысяч разослал бесплатных. Вот. Где-то есть результаты. Где-то молчат. Найдём цену приемлемую для тех, кто хочет подстраховаться. И если не болеет, то не заболеть никогда. Тут автор прав. Всё, друзья. Для этого я заканчиваю этот разговор. Благодарю за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА